Стратегический визит замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства из Новосибирской области посетил Бавруйск. Новосибирская область имеет соглашение с Могилевской. Какие перспективы сотрудничества? Пока никто не видел, кассир из Бавруйска систематически воровал деньги из магазина. Сколько успел присвоить? Шайба единым. В команду по хоккею набирают детей. Приходите и вместе с нами достигайте высоких целей. Как тренируются чемпионы? А также мировая повестка. Пенсионный возраст. И съедобная статистика. В стране выросли продажи морепродуктов, что белорусы стали есть реже. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Дмитрий Овчаренко. Президент встретился с министром иностранных дел Венгрии. Глава государства обсудил с зарубежным представителем актуальные темы. Одна из них – Европейский Союз. Александр Лукашенко отметил, несмотря на все введенные санкции, республика заинтересована в сохранении Евросоюза. Также на обсуждение были вынесены вопросы торгово-экономических и гуманитарных отношений. При желании Венгрии развиваться в Беларуси, ей будут созданы самые выгодные условия для работы. Вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского Союза. Не потому, что я очень люблю Европейский Союз, а потому, что Европейский Союз вместе с США, Китаем, ну, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Поэтому, как европейское государство, а центр географический в нашем Полоцке, на севере Беларуси, мы абсолютно за то, чтобы Европейский Союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский Союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены, и вы это должны знать. При всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня Союз проводит в отношении Беларуси, мы сторонники Союза. Также президент встретился с губернатором Вологодской области. Она занимает 13-е место в рейтинге российских регионов по товарообороту. Беларусь заинтересована в сотрудничестве в сферах поставок техники и оборудования, образования агропромышленного комплекса. В продолжении темы. В Могилеве проходит Международный кооперационный форум по импортозамещению. В его рамках делегация из Новосибирской области посетила город на Березине. Гости из страны-соседки познакомились с производством техники Бобруйск-Агромаша и завода тракторных деталей и агрегатов. Попробовали также рапсовое масло и зефир. Подробности у Елизаветы Лепеевой. Руководство города встречает гостей из Новосибирской области. Первым делом делегация отправляется на Бобруйск-Агромаш для знакомства с производственными мощностями и модельным рядом выпускаемой техники. Демонстрация потенциала предприятия, обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества – ключ к экономическому успеху. Новосибирская область имеет соглашение с Могилёвской, и в том числе будем готовить новый план с конкретными мероприятиями на ближайшие 3-4 года. Поэтому с этой целью мы и прибыли. Ассортимент Бобруйс-Агромаша постоянно растёт. Почти полвека холдинг работает на рынке сельхозтехники. Пресс-подборщики, селки, почвообрабатывающие оборудование, тракторные прицепы помогают аграриям в более чем 50 странах мира. Компания – пример качественной работы и настоящая белорусская марка, которая уверенно себя чувствует на международной арене. Работаем, конечно же, с рынками ближнего и дальнего зарубежья – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, африканские страны. Конечно же, мы поддерживаем отношения с нашими братьями-россиянами и всегда готовы сотрудничать во всех направлениях. Дальше по списку – Бобруйский завод ТДА. Здесь производят востребованную тракторную коммунальную технику, дисковые колёса, прицепы и навесное оборудование. Продукция пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Основной партнёр, конечно же, Россия. В формировании собственного дохода бюджета города предприятие вносит весомый вклад – порядка трёх миллионов рублей. Делегации впечатлены тем объёмом производимой продукции, который у нас делается в городе Бобруйский. Конечно, для нас важно, чтобы наладить деловые связи с этим российским регионом. На заводе растительных масел старейшим в отрасли делегация не только знакомится с технологией производства, но и участвует в дегустации. Здесь осуществляется полный цикл переработки продукта. Оборудование самое современное. Предприятие обеспечивает вкусным золотистым всю страну и пользуется спросом за рубежом. Наше масло отличается стабильно высоким качеством, содержит богатый набор полезных веществ, в том числе рапсовое масло, богатое омега-3 жирными кислотами. На десерт знакомство с красным пищевиком – зефир, мармелад, мёд, халва, пастила, желейные конфеты. Производственные мощности позволяют делать более 20 тысяч тонн кондитерских изделий в год. К слову, предприятие для презентации потенциала города выбрано не случайно. Это одни из лидеров по результатам социально-экономического развития города за 9 месяцев. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Взяли с поличным. Кассир из Бобруйска систематически воровал деньги. 22-летний местный житель производил отмену чека. Средства забирал себе и тратил на личные нужды. За 4 месяца предприимчивый сотрудник магазина похитил свыше 1000 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Прожиточный минимум, доступное жилье и новые перспективы. В Беларуси может появиться еще несколько российских филиалов вузов. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Минтруда и соцзащиты повысило бюджет прожиточного минимума почти на 1%. Это повлияет на трудовые пенсии, некоторые пособия на детей и другие выплаты. С 1 ноября БПМ на душу населения будет насчитывать почти 368 рублей. До этого сумма была 364. Последующее увеличение с некоторыми изменениями произойдет с февраля 2024. За 9 месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию больше 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Показатель обеспеченности населения жилплощадью за 2022 – почти 29,5 квадратов на человека. До 2030 фокус внимания планируется сместить на застройку, реновацию и реконструкцию уже существующих помещений. В республике за январь-сентябрь выросли продажи морепродуктов. Прирост почти 40% за аналогичный период 2022-го. Меньше всего жители Беларуси стали покупать мясные продукты, в особенности говядину. Спад – минус 25% к прошлому году. Также снизилась реализация круп и макарон. Еще несколько российских филиалов вузов может появиться в республике. На сегодняшний день открыто два. Главный приоритет – специальности горнодобывающей и ядерной промышленности. В этом году высшие учебные заведения дружественного государства предоставили нашим соотечественникам больше тысячи мест. В Беларуси выяснили, что волнует людей пенсионного возраста. В опросе Института социологии приняло участие 600 респондентов старше 58. Главным приоритетом пенсионеров оказалось здоровье. Каждый второй соблюдает рекомендации врачам. Более 45% опрошенных ведут активный образ жизни. Бонусы для многодетных. В Беларуси изменились правила использования семейного капитала. Основные нормы остались прежними. Ограничение касается использования денег для получения образования. Введен ежегодный лимит. Траты не должны превышать стоимость обучения за текущий или предыдущий учебный год, в том числе для погашения задолженности. Программа, напомним, действует с 2015-го. Всего на 1 октября 2023-го открыто свыше 130 тысяч депозитных счетов. Для назначения семейного капитала семье необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации Первомайского района, либо Ленинского, в зависимости от регистрации. На сегодняшний момент на территории Первомайского района проживает 1657 многодетных семей. На территории района 77 семей имеют 5 и более детей. Семейный капитал, единовременная выплата от государства, размер 29 950 рублей. На эту сумму могут претендовать родители, которые воспитывают троих или более несовершеннолетних детей. Первоначально тратить средства можно было только по достижении ребенком 18 лет на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. С 2020-го появилась возможность использовать деньги на те же цели досрочно. Спорт для сильных духом. Бобруск-арена набирает в команду детей для занятия хоккеем. Принимают мальчиков и девочек с 7 до 9. Тренировки проходят не только на льду, но и на земле. Юным чемпионам выдается форма и амуниция. Занятия проводятся бесплатно. Хоккей укрепляет молодой организм, развивает координацию и скорость движений. С ребятами и с воспитанниками нашей школы работают очень опытные тренера. Приходите и вместе с нами достигайте высоких целей. Набор на занятия и обучение проводится в течение года. Хоккейные команды активно принимают участие в соревнованиях. Одно из самых громких – открытое первенство Беларуси. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова